Заместители мэра Анапы отчитались о выполненных поручениях и поставили перед курируемыми подразделениями задачи на текущую неделю. Главной на планерном совещании стала тема санитарного состояния городских и сельских улиц, а также пляжных территорий. Поселок Малоутриш в числе проблемных. На прибрежной полосе горы мусора. Почему отходы не вывозят регулярно, задали вопрос главе Субсакского сельского округа. Есть проблемы, надо решать, а не ждать крайних мер. Не ждите, когда заместители главы приезжают и за руку с вами ходим и показываем, и оказываем содействие. Если каждый из вас, здесь присутствующих, считает, что в состоянии выполнять свою работу, то, пожалуйста, приступайте. Больше никаких бесед во спасение душ не будет. Будем просто расставаться. Замечание прозвучало и относительно работы управления ЖКХ. Продолжается благоустройство улицы Стаханово. Да, немалая часть ремонта выполнена, но всю положительную картину перечеркивают вывороченные дорожные бордюры. Старые брошены тут же, новые еще не привезли. Привезти в порядок улицу – требования к рабочим. Несвоевременный вывоз мусора – еще одна проблема. В чем причина? Оказывается, в некачественной работе. А проще говоря, халтуре мусороуборочных компаний. Просто жарко. Все машины стоят, как положено, во дворе. И персонал тоже отдыхает. Еще приводить пример, что надо сделать, чтобы каждый из вас почувствовал ответственность. О готовности школ к новому учебному году рассказал начальник управления образования Нина Филофеева. Отчитался о ремонте спортзалов. Школьники курорта получат все учебники бесплатно. Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на учебники для детей из Украины, которые встретят День знаний в анапских школах. На сегодняшний день уже приняты 25 учреждений, 13 учреждений дополнительного образования и 11 учреждений дошкольного образования. Планомерно идет эта работа. И с 15 августа мы планируем принять все образовательные учреждения максимально без замечаний. Здоровье и жизнь детей под особым контролем. К концу года все детские сады и школы подключат к программе «Безопасный город». Также на курорте особое внимание сегодня уделяется борьбе с несанкционированной торговлей. Специалисты Управления муниципального контроля за неделю составили 70 протоколов на нарушителей правил торговли. Городские службы на курорте продолжают работать в усиленном режиме.